как вы относитесь ко всему тому что происходит вокруг нас в москве в россии сегодня и сейчас вот эти карантины джихад мобили на въездах саратов в самару в казань стягивание войск в краснодар то есть то что это такое что происходит если еще добавить и видеокартинки которые сейчас идут очень активно в сети то можно увидеть что там причем это видео картинка не фейки вот что имеет место выдвижения даже бронетехники совершенно очевидно что бронетехника для борьбы с коронавирусом но никак не годится пулеметами коронавирус не расстреляешь конечно начнем с того что эпидемия коронавируса она действительно серьезно и несет значительную горду человечеству целом вопросов нет но совершенно очевидно и другое используя вот этот фактор эпидемии как транснациональные элиты так и национальные элиты всех государств европы то есть западной цивилизации и россии только вот именно западной цивилизации россии используют эту эпидемию для создания условий чтобы закрепить свою власть условиях когда ожидается ну скажем так социальные беспорядки причина очень простая еще летом прошлого года мвф дала прогноз в 2020 году начнется новая волна глобального кризиса который 2008 году естественно не закончился его просто залили деньгами но этот виз лишь отодвинулся не более того и чем дальше он продвигался тем острее и жестче обострялись противоречия которые его вызвали сегодня эти противоречия достигли такого уровня что этот кризис когда он сейчас начнется он по степени глубине и мощи превзойдет великую депрессию тридцатых годов в этих условиях естественно с одной стороны мы наблюдаем явный ренессанс красной идеи западной цивилизации помни хотя бы берни сандерса который претендует по сути дела на право быть кандидатом президента сша от демпартии ни много ни мало раньше такого принципе быть не могло с другой стороны всплывают представители скажем национально ориентированного промышленного капитала надо напомнить что именно национально ориентированным промышленный капитал был той силой который и обеспечил приход власти таких фигур как муссолини и адольф гитлер четко совершенно что они это не были выразительными интересов этого капитала и совершенно очевидно что те принципы на которых строился западное общество до кризисных явлений в условиях кризиса это неприемлемо для западных элит это хорошо показали желтые жилеты во франции и другие выступления в соединенных штатах америки и европы подобные протестные поэтому элитам создать предпосылки для того чтобы иметь возможность подавить подобные выступления и их не допустить в принципе и жизненно необходимо для этого создаются условия первое нормативно-правовые вся эта система законодательно правовая оправдающая создание ведения чрезвычайно положения ведение различных режимов самоизоляции вот эта вся система фактически направлен на то чтобы формировать нормативно-правовую базу пресечения массовых действий населения на улице второе отрабатываются вопросы изоляции технической изоляции каких-то крупных регионов это хорошо отработано в китае в частности было вот это отрабатываться и в россии том же краснодаре ростове в москве сейчас отрабатывается вот это все отрабатывается создание блокпостов причем что очень важно что создание вот этих вот систем их психологически готовит к этому населению таким действием это тоже очень важный момент психологически готовят к этим действиям сами силовые структуры представим себе что если бы не было эпидемии и просто на ровном месте решили бы вводить все эти ограничения это вызвало конечно мощнейший социальный взрыв и вызвало большие бы вопросы у силовых теперь это ни у кого вопрос не вызывает все понятно эпидемии третье что необходимо это создание психологии консолидации психологии военного времени у населения лучшим способом кроме как эпидемия это не вызвать не сделать вот это сделается везде и в европе и в россии необходимо создание такого же мышления и у силовых структур они должны привыкнуть тому что не действует на улицах на постоянной основе решая вполне нормальные задачи о изоляции населения от коронавируса дальше от изоляции населения вот периодичных и киндоговых преступлений ну и плюс к тому же сейчас начинает вводиться идеологические основы консолидации населения по крайней мере это просматривается в россии 5 апреля вечером в вестях итоговых за неделю выступал киселев известная фигура впервые за 35 лет это большой срок очень большой срок из официального канала я услышал о том что общинная общественная доминанта важнее доминанта индивидуалистической ух ты боже что он провозгласил принципы духовные принципы коммунистического общества ни много ни мало ведь что такое коммунизм коммунизм это когда человек говорит сначала родина сначала государство сначала общество потом я капитализм западный мир с точностью наоборот сначала я потом все остальное вот течение примерно пяти шести минут это огромный промежуток времени для такой программы он на разные воды показывал что именно индивидуализм индивидуальное создание и доверите индивидуалистический стиль мышления привел запад вот таким тяжелейшим последствиям европе и сша а вот в китае где было общинное сознание где во главу угла оставилась интерес государства где государство активно в интересах общество осуществляло жесткие действия и это общество понимала и принимала там удалось быстро подавить мазком было сказано но в россии я думаю мы будем также вот о чем идет речь мне кажется что товарищ киселев имел ввиду общину которая была при крепостном праве то есть в его картине мира и в картине мира его хозяев что они останутся во главе а мы должны быть под предлогом карантина стать крепостными вот я думаю что он эту общину имел ввиду как еще наверно то есть речь идет о том что предполагается что все население россии должно работать на государство и на общество а всем этим будут пользоваться небольшая кучка находящихся наверху вот такого вот некое высшее дворянство которое будет использоваться плодами то есть попросту говоря все работают на общество а это общество состоит в лице заключается в лице некоторой небольшой группы которая пожинает плоды работы всей страны вот примерно такая картинка это попросту говоря вариант николаевской системы когда все работают за идею все работают на государство все сражаются за страну а плодами всего всей этой карточной работы пользуется небольшая кучка дворянство и высшего купечества давайте прямо называть просто подонков просто подонков вот вы человек военные чтобы вы сказали бы обратясь к вашим коллегам которые сейчас при погонах и как бы служат и которых в общем-то готовят к тому что они будут карателями вот устраивать блокпосты в один в один как правый сектор батальон айдар там и прочее начнем с того что я человек в погонах и таких людей в погонах как я очень много поэтому расчет на то что силовые структуры пойдут случае массовых выступлений против народа нет никаких оснований в этом беда режима по той простой причине что настоящее время против народа готовы сражаться лишь очень небольшой узкий круг высших руководителей высших руководителей которые считают политическую власть насиловыми структурами а вот те кто составляет основу силовых структур они не пойдут сражаться против народа ну за исключением редких подонков что касается силовиков то я хочу сказать следующее уважаемые коллеги в далеком 1991 году или в начале 92 года прошло все армейское офицерское собрание под егидой маршала шапошникова и там станислав терехов и ряд других офицеров выступили и сказали товарищи если мы сегодня не сохраним страну советский союз если мы сегодня не выступим против беловежского сговора то завтра мы будем друг на друга смотреть сквозь прицелы друг друга будем стрелять маршала по шапошникова тогда выгнали из этого собрания но нашлись небольшая кучка генералов которые побежали за ним вернули назад собрание это осталось в истории нашей страны как собрание беззубая собрание которое не смогло сохранить страну армия тогда советская армия осталась нейтральной по отношению с разрушителем отечества это как-то еще можно было объяснить тем что люди еще не понимали что творится был девяносто третий год девяносто третьем году армия тоже осталась своей массе нейтральной поскольку для расстрела верховного совета нашли только пять экипажей пятерых пять экипажей подонков 15 подонков которые расстреливали верховный совет танками это были чисто офицерские экипажи купленные негодяи и вот эти купленные негодяи решили исход страны исход этой противостояния расстреляли законную власть расстреляли конституцию поддержали антиконституционный переворот сегодня я говорю о том что нам силовикам нам офицерам вооруженных сил офицерам росгвардии надо помнить о долге перед страной надо помнить кому они давали присягу 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 не давали не олигархов присягу не давали стране народу и они должны четко понимать на чьей стороне они должны должны действовать